Всем, друзья, большой-большой привет! Давненько мы с вами не видели, ведь был у нас большой перерыв после турнира Wimbledon, но мы вновь возвращаемся в привычный режим. Да, сезон у нас теннисный подходит к концу, осталось всего несколько интересных и крупных турниров и на одном из них мы сегодня остановимся. Это итоговый жанский турнир и по традиции я разберу матч с участием Арины Соболенко. А начнем свой путь на итоговом Арина с матча против Джейн Циньвейн. Кстати, ребята, проведем небольшой эксперимент. Знаю, что многие из вас смотрят меня, но очень многие из вас также забывают просто-напросто поставить лайк этому ролику, поэтому вот я вам сейчас напомню, вы поставьте, а затем уже смотрите дальше мой разбор этого матча. Думаю, китайская теннисистка не очень рада, что попала в группу именно с белорусской теннисисткой, так как очное противостояние не в ее пользу и особенно совсем недавний финал на домашнем турнире у Джейн Циньвейн, где она уступила, правда, этот раз в трех сетах белорусской теннисистки, хотя до этого проигрывала всегда в двух. И знаете, как показывает практика, в тех матчах с теннисистками, с которыми Арина ну прям вот абсолютно доминирует в очных противостояниях, там ну как-то со временем ничего не меняется, при том, что сама Арина постоянно улучшает свою игру, улучшает качество игры. Здрасте. На мой взгляд, Арина сейчас хороша как в физическом, так и в эмоциональном состоянии, а когда эти вот два, скажем, кусочка паза соединяются у нее, то у нее все получается. Поэтому в этом матче будет наговориться на языке сленгов, и я не жду от Соболенко каких-то косяков. Скорее всего, он разрешится матч уверенной победой. В общем, пишите ваше мнение, что вы думаете по поводу этого матча, что думаете вообще по поводу этого турнира в целом, кто имеет больше шансов на успех. Ну, а я, как обычно, желаю всем здоровья, удачи и до встречи в следующих выпусках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!